Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, Жанна. О, звук хороший. Вам хорошо меня слышно? Да, хорошо. Ну, я хочу объяснить тем зрителям, которые сейчас присоединились, что меня также, как Мухтара Аблязова, вот эта дружная компания пригласила поговорить. И вот мы сегодня в итоге встречаемся. Извините, что встречаемся без предупреждения, так сказать, во избежание мер блокировки. Но ссылку уже можно распространять в социальных сетях, и я думаю, что успеет много людей присоединиться. И я хотела бы сразу представить людей. Многие знают, что Асхаджик Сиба в синем костюме, и вот рядом симпатичный бородача, такая радка вышит. Активисты, которые в этом году многократно были замечены на уличных протестах, стикетами, поддержку в судах оказывали и так далее. И я хотела бы слово, давайте так, поскольку вы меня пригласили, тогда я у вас инициативу прихватывать не буду. Да, я хочу вам задать вопрос, наш первый вопрос. Так, расскажите, такой интересный вопрос, кто вы по профессии? Все пишут, то беляши, то психолог. Чем на самом деле занимались? И беляшами, и психологией занималась. И занимаюсь до сих пор. На самом деле, если смотреть совсем далеко, то действительно я по образованию после школы заканчивала поварскую школу. В Казахстане была такая раньше республиканская торгово-кулинарная школа. И имею диплом повара пятого разряда. Так что в беляши мои абсолютно профессиональные. И беляши это, беляшов это пришло из наших оппозиционных посиделок в Алма-Ате, когда собирались мои друзья, с которыми я познакомилась, придя в протестное поле. И мы объедались беляшами, потому что это было наше фирменное блюдо. А вообще по образованию я изучала психологию, изучала очень много лет. Начала детскую психологию изучать, а потом уже психологию, которая связана была с развитием организации. Будем так говорить. Я в свое время одна из первых открывала психологический центр в Казахстане. Он назывался Центр психологической поддержки РОСТ. Через нас прошли, ну, не тысячи, но сотни точно людей получили обучение, там тренинги, семинары. Я сама проводила очень много командных тренингов. Я поезжала на предприятия работать, причем выезжала на такие крупные объекты, как, ну, скажем так, Алматинские газовые сети, Соколовский, Сарбайский комбинат. Практически в 90-х годах практически все банки наши, когда развивались, я везде участвовала. И мы проводили довольно много всевозможных тренингов, как на развитие персонала, так и на развитие процесса. И, ну, скажем так, мне пришлось уйти из профессии по многим причинам. В первую очередь, потому что Казахстан, он стал развиваться в сторону нуротонизма, будем так говорить. То есть начали усиленно после 90-х развивать монополии. И все такие работы, которые были связаны с крупными предприятиями, они попадали под тендер, соответственно. И чиновники буквально сидели у нас на шее, потому что 50% нашего дохода приходилось отдавать какому-нибудь ушлому чиновнику, чтобы получить достойный заказ. И это длилось, ну, скажем, не меньше трех лет. То есть это такое же дивенчество наглое. И в какой-то момент там они просто перегнули палку. Помимо того, что им нужны были огромные откаты, им еще нужны были какие-то услуги дополнительные. То есть они пользовались именем моей команды и так далее. И больше всего нас, скажем так, загнали сотрудники, не сотрудники, а представители системы образования. Алматинская система образования, сотрудники министерств и так далее. Поэтому в какой-то момент мне это все страшно надоело все время выпрашивать какие-то проекты и так далее, потому что в каком-то легитимном поле получить достойный заказ было невозможно. И мы ушли. Ну, а так я, конечно, человек разносторонний. Вы видите, что сегодня я занимаюсь журналистикой. И мне это очень интересно. Вот на сегодняшний день я уже даже не журналист. Я уже на сегодняшний день координатор штаба ДВК и политик. Понятно. Вот, Жанна, ребята просят, чтобы их индивидуально познакомили. Можно, да? Разрешите. Вот. Давайте. Пригласил вас. Нуян Рахинжанов. Поздоровайтесь. Здравствуйте. Нуян, я вас знаю. Да, я вас тоже видела. Спасибо. Вы поддержали Асхата, когда его посадили. Так, хочу пригласить Ханат Жакупова. Очень рад вас видеть. Ну, побыстренько меня познакомлю. Ханат Жакупов. Здравствуйте. Вот так, Ермек Казиев. Ну, Ермек тоже известный лично. Здравствуйте, Ермек. Тоже уже все активисты Алматы знают его. Серик Айджанова. Хочу тоже познакомить. Тоже гражданская активистка. Здравствуйте. Здравствуйте. Терминатор наш. Так, Альберт. Да, Желкайдаров. Здравствуйте. Здравствуйте, Альберт. Я вас тоже знаю, тоже видела на акции. Альберт, который пропадал, мы его искали неделями. Так, и Омар. Так, Омар. Здравствуйте. Знаете, Омара? Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, знаю. Конечно, помню. Один из самых молодых, видимо, участников протеста в Казахстане. В Алматы. Спасибо. Спасибо. А, Айдос, база Миромоза. Айдос, конечно, да. Айдос, я тоже вас знаю. Вы все запомнились, потому что вы очень много действительно сделали. И на многих акциях, особенно АСАРы по поддержку девочек мы проводили, сколько я видела. И суды, и пикеты. Вот все лето я всех вас видела на Арбате. Прекрасно. Спасибо большое. Так, Асхат. Можно я еще вопрос задам? Следующий вопрос передаю Асхату. Я, секунду, сначала вопрос задам вам, короткий. Там за вами великолепная карта. Ну, во-первых, что это означает? И кто вот это все производил? Кто это сделал? Это ваш коллективный... Сейчас художника приглашу. Художник это, правда? Ну, Айян, оказывается, художник, да? Да, приятно, спасибо. Вы знаете, эта карта, она еще себя проявит, потому что, во-первых, ее заметили в Гонконге, я хочу вам сказать. И мы получали информацию с протеста в Гонконге, когда мы выходили с Акции Солидарности, и эту карту увидели, и нам передали оттуда большой привет, спасибо. И на гонконгских пабликах эта карта была. И, что приятно, эту карту заметили наши, скажем так, дизайнеры-художники. И я так понимаю, что где-то скоро она появится еще в Казахстане, будет использована. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Будем стараться. Да, вдохновение вам. Так, ваш вопрос. Все, Кайрат превращается в профессионального модератора. Все так серьезно. Так, Жанна, вот здесь вот первый вопрос у нас получается. Расскажите о себе. Уже есть. А, уже есть, да? Да, да. Тогда второй вопрос, да? Тихо. Почему вы находитесь? Так, Жанна, скажите, пожалуйста, почему вы находитесь в Киеве? Вот этот вопрос тоже наших слушателей интересует. Вот сейчас, получается, вот эти вопросы, которые мы будем задавать, это те вопросы, которые, как скажем, нам отправили, да, чтобы мы задали эти вопросы. Вот поэтому вот второй вопрос получается. Почему вы находитесь в Киеве? Ну, видимо, потому что и вы выходите на улицу по тем же причинам. Дело в том, что примерно с 2013 года я начала активно участвовать, скажем так, в фейсбучной жизни. И вдруг начался украинский Майдан, и я стала получать колоссальное количество информации, которая меня каждый день просто сносила с ног. И весь мой прежний мир, который когда-то мне казался правильным, устоявшимся, ведь я все-таки много литературы читала, много людей видела, общалась с первыми руководителями и так далее. И вдруг я понимаю, что я не знаю огромного пласта событий и не понимаю огромного пласта каких-то проблем, и у меня отсутствует эта информация. Когда мы стали этим... Когда Майдан начал разворачиваться, я стала активно интересоваться, и тут я поняла, что пропаганда, в которой мы живем, она настолько отвратительна и губительна для страны, для нашей в первую очередь. И, естественно, я стала постепенно писать. Ну, поскольку я очень быстро развивалась, я сразу получила предложение работать в трибуне. Инга Иманбай летом 2014 года пригласила меня в качестве автора, и я просотрудничала с ними буквально до последнего номера, до закрытия. И, соответственно, в Фейсбуке я тоже стала быстро популярным блогером, и основным моим проектом, интересом, естественно, Майдан закончился, но тем не менее мы же... Казахстан наша основная область перемен и интересов, и мне этот опыт был очень важен. И, конечно, я интересовалась всем, что в политике казахстанской происходит очень активно. Активно мы реагировали на многие события. Я была, например, кстати, вместе с Терекжаном Монбиталином, мы провернули громадную акцию по всему Казахстану, если помните или знаете, в 2014 году. Весь Казахстан одел маски, и мы так протестовали против создания Евразийского союза. Но, тем не менее, все равно все это произошло, и вот меня, скажем так, затянуло протестную деятельность через как раз-таки события на Майдане в Украине. И потом суды, какие-то другие несправедливые моменты, которые происходили, все, что я освещала, тем более газеты Требуна, это все, естественно, попало под пристальный контроль спецслужб. И в моей жизни было два проекта, за которые я очень серьезно пострадала, не считая мелкого участия в каких-то судах и так далее, освещения каких-то маленьких событий. Семнее всего нам не сказали суды Ермека и Серегжана, потому что в этот момент спецслужбы просто взялись плотно очень за меня, и меня достаточно серьезно преследовали, я подвергалась буквально чуть ли не физическому давлению. И следующий проект, который поставил точку вообще во всем, это был проект против министра культуры Аристанбека Мухамедилы, если кто в Казахстане помнит, я его разоблачала, он стал порно-министром, и до сих пор он такой, многие его называют порно-министром, потому что именно я раскрыла всем в Казахстане историю его домогательств, девочкам уже в Веновке, к актрисам, к балеринам, что и когда мы стали эту историю раскапывать, мы понимали, что помимо колоссальной коррупции в проекте «Феникс», киношного проекта все началось, с Толгата Жанебекова, и у нас есть прекрасный актер же Монкулов, вы все его знаете. И это все, естественно, закончилось серьезным наказанием. В отношении меня, буквально в самые короткие сроки, поскольку разоблачение носило масштабный характер, нам, вот лично мне удалось, я лично договаривалась с корреспондентами, журналистами, в течение недели на всех каналах крутили ролики с разоблачениями по порно-министру, потому что у этих девочек, я этих девочек всех находила, они давали свои интервью, и представьте, на КТК вышло 4 серьезных сюжета, в итоге закончилось это тем, что сменили руководство КТК, и все сюжеты эти были удалены, и на 31-м канале вышло несколько серьезных сюжетов. Естественно, я попала под колоссальный пресс, делом занималась группа Сергея Перова, а вы знаете, кто такой Сергей Перов, небезызвестный, это человек, человек, который сегодня ведет все ПНБшные крупные дела против оппозиции, включая Мухтара Облязова, дело Искандера Ембетова, дело Боджин Дамали, и, наверное, еще большой класс дел, которых мы просто даже не знаем. И, соответственно, в течение двух месяцев на меня возбудили три дела, и три административных я штрафа пережила, и два уголовных дела на меня возбудили. У меня не было выхода, я вынуждена была. Спешно, еще я боялась, что не успею, потому что у меня не было загранпаспорта, и нам с Санцаром пришлось делать паспорта, и во вторник вечером мы эти паспорта получили, ночью уже не бежали из страны. Так, следующий вопрос хочет задать Айдус Базарханов. Здравствуйте, Айдус. Здравствуйте, Айдус. Я прошу свидания. Да, хорошо, слушаю. Что вам некриминировали правоохранительные органы? Вот у меня такой вопрос. Ну, что, как правило, это как незаконная организация митингов, акций и так далее. Одно дело у меня было по политическому экстремизму. Кстати, тоже очень крупный проект. Он был связан с реформой, с конституционной реформой, которую мы все активно сопротивляли, в том числе и Жан-Булат Мумай, и Олеся Халабузарь. Вот 17-й год, начало 17-го года, тот самый момент, когда Назарбаев утвердил себя в статусе руководителя Совета Безопасности. Когда он сделал этот статус пожизненным, и когда конституционная реформа приняла, ну, там, совершенно умопомрачительные перемены, то есть он окончательно зацементировал свою власть, окончательно зацементировал присутствие своих родственников во власти и так далее. Но нам продали эту реформу. Вот власть умеет обманывать людей, чтобы вы понимали. Конституционная реформа строилась на том, что вносили 26-ю поправку, которая говорила о том, что земля и имущество в Казахстане может продаваться каждому. Слово «каждый» стало триггером, и мы на него очень сильно реагировали, но это оказалось ловушка, нас обманули. Потому что в итоге этот момент не приняли, а приняли совершенно пункт, на который никто не обратил внимания и который закрепил статус Елбасы в должности пожизненного поседателя Совета Безопасности, что мы сегодня имеем, передачу власти, то есть цементирование власти Назарбаева окончательно. И тогда пострадало очень много активистов, очень много, потому что мы действительно активно сопротивлялись. И я снимала видеоматериалы с одной группой протестной. Я этих людей очень уважаю. Это пенсионеры. Они называются «Справедливость движения». И эти ребята, пенсионеры, там среди них были такие, которые готовы были пойти на самосожжение. И мы репетировали вот этот вот. Даже не репетировали, а меня пригласили снять, как будет выглядеть самосожжение. Ну, я как блогер, разумеется, поехала всё это снимать. Это, конечно, были просто умопомрачительные вещи, когда старики-пенсионеры рассказывают, вот такой цепью мы себя свяжем, потом мы примем препарат, который не позволит нам... Ну, то есть смертельный яд, другими словами. А потом мы обольём себя бензином и сожжём. И вот это всё я сняла на видео. И это стало причиной ареста Олеси Халабузар, которая возглавляла это движение. Это стало причиной разгона этого движения. Это стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении меня по статье «Политический экстремизм». Ну, естественно, когда я уже прибыла в Украину, всё это начали камуфлировать быстренько, ретушировать, убирать, что такого не было и так далее. Ну, на самом деле, в тот момент все дела по этому процессу, не процессу, по этому делу, вёл Серико Идбаев, и он мне периодически рассказывал, на какой стадии, что на самом деле меня разыскивает, и я должна буду в этом деле участвовать в качестве обвиняемого. Так, следующий вопрос хочу передать. Вот Ермей Козеев сам просит. Приглашаю. Добрый день, Жанна Ахметова. Здравствуйте. Здравствуйте, Жанна. Такой вопросик. Скажите, хорошо слышно, да? Очень хорошо, да. Скажите, какие меры предпринимают наши казахстанские власти для вашей экстрадиции обратно в Казахстан? И в какой бюджет это может? Так, что там, как там, продолжение? Что вы ещё хотели спросить? Ну, и в какой бюджет это может оплатить в нашей стране? А, о, хороший вопрос, да. Ну, расходы большие, да. Но я хочу сказать, процедура экстрадиции, она, конечно, от властей не зависит. Я буду выкладывать ещё видеоматериалы, я планировала делать это после проведения митинга, чтобы людей не отвлекать на эти события. Но поскольку в ближайшее время мне понадобится вся поддержка казахстанских наших активистов, и не только мне, я думаю, эта поддержка понадобится, и всей нашей команде, потому что экстрадиция, моя экстрадиция, она станет прецедентной, и тогда все те люди, которые сегодня с нами вместе здесь трудятся, помогают, волонтёры, сотрудники канала 16 и 12, они все могут пострадать. И, ну, что они предпринимают? Они, конечно, пока действуют в рамках закона. Была попытка похищения, когда они пытались выдать допрос, там, приглашение на допрос в прокуратуру в 6 часов вечера, да. Я понимала, что это приезжие, приехали люди похищать меня, но и в итоге эта попытка могла закончиться очень плохо, и только благодаря тому, что я боролась, сопротивлялась, вызвала максимум внимания к этому моменту, меня в итоге рассматривали экстрадиционные вопросы в рамках суда, а они не увезли меня в мешке там, в машине куда-то и не доставили в Казахстан. Но экстрадиция, да, это длительный процесс, это очень много судов. И вот смотрите, что в Украине происходит. Мы выигрываем судебные процессы. Сначала выигрываем судебный процесс в рамках экстрадиционного ареста временного. Потом выигрываем судебный процесс в рамках экстрадиционного вот этого, уже там не ареста, как по-другому тоже, ну, рассмотрение шло какое-то. Вот два суда мы выигрываем, меня освобождают в Украине. Вы знаете, я была в Украинском СИЗО 32 дня по экстрадиционному как раз-таки запросу. И следующий суд я выигрываю, причем с грохотом, вплоть до Верховного. Я выигрываю против миграции, где буквально по всем пунктам суд принимает решение, что я соответствую всем пунктам кондициального беженца. И что делает... миграционная служба Украины, они этот суд разворачивают и снова возвращают все в суд, вот это решение, и говорят о том, что все-таки они не согласны, и нам приходится волей-неволей снова с ними судиться. Потом я стала вникать глубже в эту систему, поняла, что у миграции есть возможности нескончаемо долг возвращать такие дела в суд. Нескончаемо долг за счет налогоплательщиков Украины они могут рассматривать эти процессы, не давать статус. Это, конечно, плохо. Этим активно пользуются наши спецслужбы. Но это только одна часть. Вторая часть, это, конечно, была развернута активная дискредитация в мой адрес на территории всей Украины. Кроме этого, активно развернули процедуры давления, например, такие как слежка, прослушивание. Ну, то есть они присутствуют. Например, вот у нас здесь есть жилищный комплекс, в котором мы все тут живем. Казахстанские власти прекрасно знают, что я живу по-прежнему в жилищном комплексе Кнудный. Здесь сегодня со мной вместе все люди, которые приехали из Казахстана. Несколько человек, и которые тоже снимают разные квартиры. Здесь же расположен штаб, здесь же расположен офис канала 16-12. И мы все вместе. Нас очень трудно, так сказать, тут так и доустроен этот клубный, надо понимать. Это все, значит, комплекс расположен глухим квадратом. И он со всех сторон окружен заборами, видеокамерами, охраной и так далее. И вот сам внутри этот квадрат, он на ладони. То есть вот я, например, в свое окно вижу абсолютно все квартиры, которые у нас есть. Всех своих ребят, кто здесь, я вижу сразу. Это был наш основной принцип, чтобы люди могли в окно махать, орать, если им отключили интернет, или там еще что-то страшное происходило. И мы могли привлечь внимание остальных. И вот, представьте, здесь на территории клубного постоянно работают команды против нас. Я знаю, что подкуплены охранники. Это точно, 100%. Мы уже их вычислили по-своему, вели свои беседы и так далее. Я знаю, что квартира на шестом этаже, над нашим штабом полностью, значит, состоит из тех людей, которые ведут за нами наблюдение. Там поселилось 4 человека. Все они казахи, хотя представились туркменами. Мы периодически слышим, как у них играет музыка, например, такая, как не туркменская совсем, Джулия, например, да, Баттера Шукенова. И есть еще одна квартира, которая смотрит с другой стороны за нами. Я тоже знаю об этом, потому что все это здесь осуществляется таким беспрецедентно наглым, открытым образом. Иногда люди могут мне позвонить и сказать, ну что ты там выделываешься, просто передай два компьютера, и мы заработаем, и вам хорошо, в моей классе, не будем предпринимать других мер. Вот представьте, на таком уровне все происходит. Понятно, что сегодняшнее давление обусловлено тем, что они добиваются того, чтобы мы покинули, то есть сначала очень длительное время выкуривали, будем так говорить, меня из клубного, чтобы им было легче работать. Сейчас, конечно, они хотят, чтобы Жанна вообще покинула Украину, скажем так, бежала в другую страну. Такое давление создают, чтобы, ну, под страхом экстрадиться, еще чего-то. Я бежала в другую страну. Вот такая ситуация была с Мухтаром, Ублязовым, когда стало невыносимо. В Англии угроза физического устранения была такой серьезной, что он из Англии вынужден был уехать во Францию. И что там началось? Там на целых три года открыли экстрадиционный арест, и мы видим, что за эти три года все протестные, оппозиционные процессы в стране просто провалились. И сейчас они добиваются такой же ситуации, чтобы заморозить деятельность штаба канала 12, 16-12, мою личную, ну и теперь о бюджете. Я думаю, что это сотни тысяч долларов. Я думаю, что это не меньше, чем сотни тысяч долларов, которые тратятся, естественно, из бюджета наших науру платящих. Так, Жанна, один вопрос у нас задаст Канат Жакупов. Канат, еще раз приветствую вас. Добрый вечер, Жанна. Большое спасибо, что нашли время для общения с нами. Ваш приятный голос мы слышим. Вот в такой плоскости Украина, в которой, в стране, в которой вы сейчас проживаете, в политическом плане серьезно продвинулась вперед. На наш взгляд. Потому что там серьезные политические изменения произошли. Там сменилось несколько президентов. Там уже, по-моему, шестой президент. Там очень динамичные идут политические процессы. И вот мы вчера разговаривали с Мухтаром Аблязовым и пришли к выводу, что вначале все-таки политика, а не экономика. Как говорит наш Назарбаев, что вначале экономика, а потом политика. В плане политической культуры, в плане политики украинцы намного вперед подвинулись. Но скептики в Казахстане, в Казахстане скептиков полно пока, они говорят, что смысл перемен. Да, у них там шесть президентов в Украине поменялось. Но смотрите, чего они добились. Это слова скептиков. А в Казахстане все тихо, все спокойно, стабильно. То, о чем чем хвастается наш Луналитий или Светландий Назарбаев. Бесподобный, да. И что бы вы ответили этим скептикам? То есть в плане чего достигла Украина в экономическом плане, в культурном. Вам все-таки там беднее, вы можете сравнивать Казахстан и Украину. Что бы вы ответили скептикам, которые говорят, что чего добились украинцы, если там такие процессы происходят, а в Казахстане все стабильно. То есть чем отличается жизнь Украины в плюсах. Минусы мы видим, это благодаря российской пропаганде, НТВ, РТР. А плюсы мы не видим, поэтому мы хотели от вас узнать, какие там произошли плюсы благодаря именно динамическим политическим процессам. Ну, я хочу сказать, что поскольку я очень активно интегрирована в социальную жизнь украинскую, я здесь нахожусь почти три года, и я нахожусь здесь не сама по себе, а с ребенком, который, когда мы сюда прибыли, ему было 9 лет, и он во второй класс, правда, с большим трудом, но нас все-таки устроили, и он начал обучаться. Давайте по порядку. Первое. Образование в Украине нельзя сравнить вообще никаким образом с тем, что происходит в Казахстане. Во-первых, это не авторитарная система. Конечно, она не изжила еще до сих пор все вот эти вот тяжелые наследия авторитаризма советского школа, но, тем не менее, это все-таки система, в которой уже сейчас растут свободные дети. Второе. Само качество образования, понимаете, во-первых, 12-бальная вот эта вот система отметок, во-вторых, обучение, доступность обучения настолько широкая, вот, например, в нашей школе, где мы с Ансаром учились в первые два года, где он учился, бесплатно, совершенно для развития детей работали следующие секции. Все видят волейбол, баскетбол, футбол, еще какие-то там были, вот, значит, музыка, баян, пакетяна, танцы. Это все внутри школы, то есть ты идешь, и тебе не надо скакать по всему городу и искать там, куда там отвезти ребенка и так далее, да? Секции дзюдо, карате, плюс секции, значит, кружки по рисованию, по, там, девочки мастерством каким-то занимаются, танцы и так далее, то есть там какие-то модельные есть кружки девочек оттуда, значит, на телевидении продвигают и так далее. То есть, что я хочу сказать, дополнительное образование здесь поставлено на высочайший уровень, за этим следят. школы, они настолько ухожены, вот эта система туалетов, которая сегодня звучит по всему Казахстану, ужасающая, об этом здесь никто не слышал, не то, что сейчас, никогда этого не было при Советском Союзе. Почему? Потому что украинское общество очень активное. И если бы вот такая ситуация с туалетом, как у нас произошла, вот недавно, в Алматинской области девочки не дали сходить в туалет, мама бы пришла и уничтожила бы, порошок бы стерла этого учителя, и еще бы под окном стояло бы уже там возле этой школы тысячи людей, снесли бы всю местную владу, то есть руководство муниципальное, которое к этой школе относится, всю разогнали бы в систему вот этого образования, департамент, который управляет этим округом. Благодаря активности родителей, да? Благодаря активности, вообще они такие, они включенные люди. Это вот я только по системе образования вам могу сказать. Уровень самосознания несравнима выше того, который есть у нас. То есть вот эта забитость, которая присутствует в наших родителях, которые не хотят связываться с учителями. И еще тем более забитость учителей. Вот такого здесь тоже, вот так, чтобы над учителем издевались, мой полы, делай ремонт, ходи на субботники, ходи, считай, курей там по дворам, да что вы, там сразу это вот учитель, он такой тут шум устроит. Важно, что понять. Это вот одна часть. Давайте возьмем какие-то экономические моменты. Украина производит столько продуктов, промышленных товаров, военных, простите, они построили самый крупный самолет в мире, они производят сами себе автобусы, троллейбусы, метро, вагоны, железные дороги. Это же наследие Советского Союза, а имейте ввиду, какая связь между политическими процессами и экономикой в Украине сейчас? Это прямая связь. Почему прямая? Потому что политические процессы позволяют развивать вот эти экономические стороны. у нас тоже было колоссальное наследие Советского Союза, но мы же его не сберегли, потому что Назарбаеву выгодно было забрать себе кормет, забрать себе свинцово-цинковый комбинат в Устаногорске, присвоить себе то и это и работать на свою семью. Вся нефтегазовая промышленность работает на Назарбаеву. Все экспортные отрасли работают на их семью. А здесь это все под контролем и во всяком случае, если не тотально, но в подавляющем большинстве украинцы знают то, что и как. И здесь бизнес можно открывать очень просто, очень легко, достаточно и он будет работать и никогда никто не придет. Я сама ходила в прошлом году я делала такой репортаж на ярмарку, где люди перед Новым годом организовывают большие продажи вот вообще-то и будем так говорить. И мне интересно было, я специально спрашивала собственников, сколько вы отдали взятку, чтобы вам вот здесь получить место. Здесь же миллионная проходимость, миллионная проходимость, люди поднимают огромные деньги просто вот за 30 дней, которые они стоят на новогодней ярмарке. И мне сколько, просто заявку подаешь в этот, и я всех спрашиваю, никто ничего не платит. Это на каких-то участках коррупция изжита, да, на каких-то участках это есть. Поэтому если сравнивать Украину и Казахстан, даже маленькие вот эти подвижки, маленькие подвижки в развитии экономических процессов, в образовании, там какая-то реформа идет на детьми, они уже сделали Украину другой страной. Я уже не говорю о том, что в Украине созданы такие институты, как СМИ, независимые институты, будем говорить, то, чего у нас нет, неправительственные организации, это все независимые институты. Простите, у них избраны парламенты, избраны президенты. Это то, на что мы вообще не можем рассчитывать. И они все под лупой общественности и эта общественность в любой момент, вот завтра в Украине намечаются грандиозные просто акции протеста в связи с тем, что 9 числа Зеленский будет в нормандском четверке подписывать какие-то документы, готовить переговоры какие-то. И представьте, какая активность людям, не все равно. А сказать, что 6 президентов и Украина такая же, как мы, что нет смысла менять страну, нет, конечно, есть. Вы посмотрите, что здесь происходит, то есть миллионами выходят на Майдан, продвигают то, что им нужно, по любым вопросам, там, автомобили, значит, вот эти вот привозили, по номерам у них там какие-то проблемы были. Я особо не вмикаю, но я вижу, что любая тема, которая интересует людей, она заканчивается на площадях, на улицах, перед какими-то радами, перед какими-то там администрацией, президентами, люди своего добиваются. Они это делают коллективно. Еще я хотела сказать, что вот, например, такой фактор, как децентрализация, это то, к чему мы тоже будем стремиться. То есть, когда каждый регион управляет собственными доходами, определенная часть идет в общий бюджет, определенная часть остается на развитие региона. Я вижу, как работает это на примере нашего микроучастка. То есть, я знаю, что есть специальный сайт, куда мы можем зайти, написать пожелания. И мы видели, как активно собирают людей. Они, значит, планируют, что построить под конкретным данным в нашем райончике. И мы видим на 1 сентября, что построены там дороги, бордюры, тротуары, сквер улучшен. Поставили, значит, какие-то тренажеры для детей. И школу обустроили, где построили там новое крыло. Это все делается, потому что у людей есть собственный бюджет. Потому что им не надо сидеть и выпрашивать из-за страны эти копейки. Не надо их пилить. Этот бюджет прозрачен. За этим бюджетом наблюдают жители. Понимаете? Вот в этом смысле нам до Украины растите далеко. Поэтому сравнивать это нельзя. Поляна, это немного стресса, немножко дополнительных эмоций. Мы, наверное, азиаты, нам немножко тяжело сдвинуться. А украинцы, может, чем-то отличаются от нас, генетики, что им легко выходить туда на площади и требуют. Здесь есть, здесь дело не в генетике, Канад, дело не в этом совершенно, а как раз-таки в тех самых шести президентах. Украинские президенты менялись, была сменяемость власти и был выборный процесс. Наша власть от 90-х годов до сегодняшнего дня костенела, монополизировалась, превращалась в монолит. Сегодня этот монолит вот кажется таким несокрушимым. Простите, каждый пять лет менять власть монолит не получится. Поэтому здесь дело ни в каком невенталитете, ни в какой генетике, ни в каких наследственных страхах НКВД, а в той изначальной ситуации тех возможностей, которые заложило украинское общество и тех возможностей, которые прозевало казахстанское общество в самом начале. Когда в 95-м году меняли конституцию, мы должны были сопротивляться. Когда наши депутаты не выходили из парламента, сидели там на полу в темноте, им выключили свет и так далее, мы должны были их поддержать. А Назарбаев нам говорил, что столько демократии, мы никогда не сможем принимать какие-то решения, все процессы будут затягиваться. И что получилось? Он единолично прибрал к рукам власть, после этого он прибрал абсолютно все предприятия в стране, бизнесы, забрал полностью, переписал под себя конституцию, и сегодня никто из нас не обладает никакими правами, похожими на украинство. Нет. И дело здесь, еще раз говорю, точно никаких тематических прав. Просто наша власть 30 лет укреплялась, а эта власть постоянно людям давала возможность, условия, которые были в Украине, они постоянно создавали возможность для роста. И вы не забывайте, что все-таки Украина ближе к Европе, где за 40 долларов можно уехать в центр Европы и, пожалуйста, видеть, как все меняется и как все происходит. Соответственно, эти процессы они... Спасибо. Следующий вопрос Асхат задаст. Перед этим вопросом я хотел бы от имени наших друзей, они, наверное, тоже присоединятся к моим словам, что мы извиняемся перед украинским народом за слова президента так называемого, который сказал, что Крым не был аннексирован Россией. Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем Крым территорией Украины. Мы считаем, что Россия нарушила все договоренности, в частности, в обмен на вывоз ядерного оружия из Украины. Россия дала гарантию безопасности и суверенитета неприкосновенности. Насколько международное право, я не силен, но сколько мы слышали. Это был вероломный акт. И мы извиняемся за слова этого человека, который так сказал. Я хотел бы сказать украинцам, что далеко не все казахстанцы так считают, большинство считает, что Крым это территория Украины. Следующий вопрос Асхату, пожалуйста. Спасибо за это. Жанна, скажите, как украинцы отреагировали на слова Такаева, который сказал, что Крым... Что случилось, то случилось. Как это можно понять? Как вообще отреагировали украинцы на это? Украинцы отреагировали стремительно. То есть заявление МИДа поступило сразу, буквально в короткие сроки, они уже заявили, что будет Демарш, и высказалась очень широкая группа депутатов, блогеров, СМИ, общественников и так далее. То есть здесь на самом деле вот на территории Украины был большой идет, продолжается до сих пор этот процесс, и люди высмеивают, откровенно высмеивают Такаева, создали уже кучу МИМов, и также стремительно они увидели реакцию наших социальных сетей, реакцию и вот как раз то есть ту акцию, которую провел Асхатных медиарах в Астане, и эту акцию надо сказать астанинцы продолжили, расширили, и это все стало достоянием общественности здесь, в Украине. То есть, ну что можно сказать? То, что сказал Рихар Чабаров, это достаточно значимо, осел не станет конем, как его не наряжать, да? Это сказали в адрес нашего президента, то есть, здесь надо вот как бы умереть со стыдом несколько раз, мало того, что наш президент такой вот осел, да, высказывается такими вещами, так тут еще и, извините, прямо здесь называют его ослом. Ну это вот то, что мы скажем так заслужили. Печально это все, конечно. Так, следующий вопрос, да. Так, следующий вопрос Рахим Жанову, моя мама, Жанна, у меня очень короткий вопрос. Я вот за все это время заметил, что в Казахстане очень смелые женщины у нас. И вот, что бы вы могли пожелать и посоветовать мужчинам Казахстана? Желание только одно, да? Чтобы мужчины все-таки были рядом с женщинами. Желание только такое, чтобы мужчины все-таки брали инициативу на себя. Так сказать, шли впереди колонны, как когда-то писал Зарбать. Вот. Но женщины смелые, да, я говорила уже об этом, что на самом деле это нормально, потому что инстинкт самосохранения, инстинкт выживания, ответственности за своих детей и так далее, он все-таки женщину больше подталкивает. Женщина ежедневно, ежеминутно, ежесекундно думает, как кормить, как лечить, как одевать детей, как их развивать, какое будущее их ждет. Эти вопросы, они просто вынуждают женщин бороться. И на эти вопросы ответов нет нигде, вы видите. Поэтому я думаю, что активность, она как раз-таки начинается с наших женщин, и все эти женщины, мы все знаем, они, вот, та самая трагедия, которая заставляет женщин задавать эти вопросы, которая сильно отозвалась в сердцах у Казахстана, очень массовая, да, это вот трагедия здесь, все, хитр, будет годовщина в ближайшее время. И вот, когда эти девочки погибли, наши люди опомнились, наконец, они поняли, что это произойти может с любым и каждым, с любым ими. Спасибо большое. Жанна, я прошу прощения у наших зрителей за то, что у нас тут в студии немножко такой сумбур, все-таки мы не профессионалы, только-только как бы начали, да, я хотел бы сказать следующее, что большое вам спасибо, что вы откликнулись на наше приглашение принятое части в эфире, вот, и второе, для зрителей Казахстана, для зрителей, кто интересуется политикой, кто интересуется казахстанцами, хотел бы сказать следующее, что вот мы, гражданские активисты города Алматы, с сегодняшнего дня хотели бы представить зрителям следующее, то, что мы открыли YouTube-канал, YouTube-канал, который будет называться Куще партия СЭ, вот, уличная партия, почему мы ее так назвали, мы, во-первых, поддержали активистов города Астаны, эта инициатива пошла оттуда, вот, и во-вторых, то, что для нас сейчас, по крайней мере, очевидно одно, что на улице, где мы находимся, где мы отстаиваем свои права, там нет ни лицемерия, там все идет честно, мы, каждый из нас говорит то, что думает, и то, что чувствует с сердцем, вот, поэтому мы с сегодняшнего дня как бы объявляем о том, что мы открыли YouTube-канал, вот, так что все можете подключаться, наблюдать, будем поднимать все наболевшие вопросы, которые интересуют наших зрителей, наших казахстанцев, вот, куще паркетсов. Я очень рада, я желаю, конечно, успехов, я желаю грандиозных побед, развитий, я считаю, что если к вам присоединяться сегодня как можно больше людей, это даст старт к большому объединению, и это правильное объединение, поскольку это вообще все-таки, да, и, конечно, только успехов хочется пожелать. И, я, я, извиняюсь, один, у нас гражданский активист опоздал, Багдавр, он к нам этот, казахарта привез угостить нас сегодня, сейчас мы покушаем хорошенько после эфира. Вот, молодец, мы вот хотели вот красиво попрощаться, конечно же, в нашей гражданской области. Ребята, большое спасибо, всем успехов, пожалуйста, продолжайте бороться, чтобы женщины нам не задавали такие вопросы. Успехов, когда встат. Мы вас любим. Давайте. До свидания. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok